Я приветствую вас на своем канале, дорогие друзья. Сегодня хорошая новость у меня. У канареек появились яйца. Видео будет сегодня посвящено разведению канареек. Это продолжение. Значит, у меня подобный опыт первый раз в моей практике. Я буду как первопроходец наблюдать, фиксировать, делиться с вами своими впечатлениями. Порадуемся вместе первым яичком. Сегодня, значит, уже два яйца. Позавчера было первое яйцо. Канарейка несет яйца через день. Поэтому сегодня два яйца. Я принес клеточку сюда, в такую мини-студию. Сейчас все вам продемонстрирую и отнесу назад. Дело в том, что если у кого-то будут подобные рода ситуации, и вам надо будет перенести клетку, можно переносить примерно, вот когда канарейка только начинает откладывать яйца. Там первое, второе, третье. Позже, когда канарейка сядет, уже нежелательно переносить. Она может просто отказаться и оставився яйцам сироты. В общем, переходим к просмотру. Сейчас все покажу, все расскажу. Итак, друзья, перед нами счастливые родители. У них сегодня появилось второе яичко. Вот они над Димой сидят. Видите, да? Обратите внимание, в предыдущем видео, о котором мы разговаривали с вами о том, как изготовить гнезда для канарейка, из чего изготовить лучше гнезда для канарейка, я забыл упомянуть, что надо положить немного сена в гнездо. Это как строительный материал для канарейки. Это тем самым простимулирует канареечку к яйцекладке. В общем, в данной ситуации канарейка, обратите внимание, вот канарейка сама натаскала мелкого, мелкой борсы, я так полагаю, она это все со дна домика выдергивала и сделала себе немножко как бы доделала гнездо. Видите, как бы в гнезде гнездо получается. Вот. Таким образом, она улучшила свои условия содержания. Значит, канарейки также продолжают размножаться в этой клетке. Длину клетки я вам показывал ранее на видео. Хотелось бы сказать по питанию. Значит, питание у канареек после того, как они снесли яички и до момента яйцекладки, это было зерносмесь плюс пророщенная зерносмесь, ну, это же зерносмесь, только немножко пророщенная, и морковка день через день. Яйцо. В данном случае я не давал яйцо. Птицы сами снеслись без яйца. В некоторых ситуациях возможно дача вареного яйца как стимулятор для яйценоскости. Допустим, если у кого-то пары долго сидят и не несут яйца, можно попробовать покормить их яйцом вареным. Можно смешивать с сухариком или с манной крупой. Также необходимо усвоить, учитывать, что если температура в помещении, где гнездятся канарейки меньше 12 градусов тепла, то яйца вареные не рекомендуется давать, потому как будет расстройство кишечника, и белковая пища не усваивается у канареек. Может привести к поносу. Но если у кого-то из 50 человек одна самочка все это поест, нормально переварит, это не показатель. В основном доказано есть специальная литература, в которой все это описывается. То, что птиц при температуре меньше 12 градусов тепла не рекомендуется кормить вареным яйцом. Не забывайте это, ребята. Также хотелось отметить, сейчас минутку, отмечу также, что поведение канарейки самки практически не изменилось. На яйцах она особо не сидит. Друзья, канароводы, если ваша самочка-канарейка снесет первое яйцо, второе яйцо, и будет вот таким образом прыгать по жердочкам, совсем немножко будет сидеть на гнезде, вы не пугайтесь. Это нормальное состояние. Самка-канарейки начинает плотно сидеть на яйцах примерно с предпоследнего или с последнего яйца. Ну, кто знает, сколько будет яиц в кладке. Это может быть, их может быть и 2, и 3, и 4, и 5, и 6. У меня самое многое было 6 яиц. Вот самочка проголодалась. Кушает. Значит, когда самка полностью сядет на яйцекладку, кормление ее немножко изменится. Можно оставить в рационе просто зерносмесь и давать немножко морковки. Примерно на пару можно чайную ложку смело давать. Если останется она одна, вы самца уберете, то пол чайной ложки. Видите, как самец заботится о яйцах. Периодически залазит в гнездо, что-то там поправляет. То я видел, он перышки ей помогал носить. Хороший самец, заботливый. Также, друзья, стоит сказать, что вот, когда самка полностью закончит свою кладку, она сядет на гнездо и будет полностью сидеть, заботиться о своих яйцах. Если у меня удастся, я вам сниму, как она будет сидеть, каким это образом будет проходить все. Посмотрите. Бывает даже, ну, на камеру вряд ли получится. Самец сам поест, потом кормит свою самку, которая сидит на яйцах. Если у кого-то есть две или более двух самок, и вы хотите их тоже пустить в размножение, то самца можно убирать от самки, когда она снесет третье яйцо. раньше третьего яйца самца от самки удалять не рекомендуется, потому что могут еще болтухи быть. А так как ваша самка снесет три яйца, вы можете самца смело убирать к другой самке, если есть. Если нету никаких самок, то пускай остается так же с этой самочкой. Ей так будет уютнее сидеть на яичках. Она будет чувствовать себя уверенней. Самки, некоторые самки чувствуют себя уверенней, когда самец находится с ними до последнего. То есть до того момента, как вылупятся птенцы, вылетят, ну и вместе будут выкармливать, и птенцы выйдут в самостоятельную жизнь. Некоторые самки сидят сами прекрасно без самцов и выкармливают птенцов тоже без самцов. Некоторые. А некоторые есть, могут сидеть, а когда птенцы появятся отказаться от них, потому что нет самца. И тогда садишь самца назад, и они прекрасным образом выкармливают птенцов. Есть такие самочки. Уважаемые друзья, вот если у кого-то самки до сих пор, если кто-то заморочился и решил попробовать разводить их вот так вот в это время года, а сейчас у нас конец осени, начало зимы, то пожалуйста пересмотрите мои видео, подчеркнете для себя где-то плюсы и у вас все получится. Это я к тому говорю, что есть у кого-то самки не садятся, то есть они могут садить месяц, два месяца, а яиц нету. Поэтому, чтобы я не повторялся, будьте добры, пересмотрите некоторые видео, там у меня в этой папке есть, найдете и будет у вас тоже свои канарейки с птенчиками, все получится. В этом деле главное терпение, друзья. Вот такие у меня появились родители. честно говоря, я не предполагал, что эта пара довольно быстро снесет яйца и будут высиживать свои яйца. Если кто-то не помнит, забыл или не знает, сколько дней сидит канарейка, канарейка сидит на своих яйцах в среднем 13-14 дней, но считать надо начинать не с первого яйца и не со второго. Считайте примерно с последнего или с предпоследнего яйца. Вот от предпоследнего последнего яйца прибавляйте 13 дней и должны вылупиться птенцы. Но на 7-8 день можете просветить аккуратно, взять зажигалку или телефон, просветить яйца и вы увидите там сосуды, кровяные сосуды. Но если будете просвечивать, старайтесь это в темном комнате, чтобы было хорошо видно. В световой комнате просвечивать не очень удобно. если у кого-то возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, обсудим. А так наше видео подходит к концу. Канарейкам пора спать ложиться, уже у нас дело к ночи. В общем, продолжение следует, друзья. До скорой встречи на моем канале. Всего вам хорошего, побольше, красивых киноров, которые красиво поют. До свидания. До свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров